Так как время доклада лимитировано, я, соответственно, выделил для себя только тему злокачественных опытов, опытовых стенозов пищевода, пищеводно-желудочного перехода, потому что тема, если еще брать доброкачественные, хотя стентирование при доброкачественных стенозах имеет очень низкие места, но тем не менее они все еще сохраняются. Все-таки поговорим о злокачественном образовании. Но рак пищевода не является самым распространенным злокачественным образованием ни в России, ни в мире. Тем не менее, видно на обеих, не входит даже десятку, если не ошибаюсь, на какие-то двадцатые места и по распространенности, и по смертности, но тем не менее, как видно из таблиц, по годам с 2009 по 2019 год, то есть за последние отчетные 10 лет, результаты которых нам представляет Институт онкологии имени Герцена, количество раков прибавляется у обоих полов, как у мужчин, так и у женщин. И суммарная годовая смертность в том же последнем отчетном онкологическом году, в 2019 году, около 7 тысяч человек. Много это или мало, конечно, сейчас трудно судить по полу, там с тысячной летальностью ежедневной от ковида, но тем не менее, это 7 тысяч человеческих жизней, поэтому не может быть не актуально. Основные задачи при палеотивном лечении, астентирование в онкологии, это преимущественно палеотивное лечение, хотя, повторяю, есть смутные такие места и при предположительном радикальном лечении пациентов со злокачественным образованием пищевода, это, прежде всего, конечно, попытка увеличить сроки выживаемости и, собственно говоря, улучшить качество оставшейся жизни у пациента. Ну, сроков выживаемости мы добиваемся улучшением утритивного баланса у пациента, то есть пациент может даться адекватно в адекватном объеме, либо же дать больше, предположительно, около раза, чем ему требуется, а повышение качества жизни мы добиваемся, ну, собственно говоря, с восстановлением естественного питания в дне всяких зондов, гастростом и прочих альтернативных решений и возвращение, безусловно, социальной адаптации человеку, потому что возможность кушать за общим столом со своими родственниками и, в принципе, возможность выходить во двор, вот, там, не пугая людей или, там, детей и внуков зондами или, там, какой-то воростомой, это, в общем-то, дорогого стоит. Методы пациентного восстановления питания перед вами, собственно говоря, безусловно, наиболее распространенным везде, ну, может, если говорить о России, в России однозначно все-таки является гастростома, продоровать ее можно разным путем, все больше делается эндоскопический гастростом, ну, когда, ну, собственно говоря, мы не приглашаем хирургов к себе в операционную, выполняем все сами, ну, благо, у большинства из эндоскопистов в настоящее время есть хирургический сертификат, либо начинали с хирургии, и поэтому сделать, там, функционную гастростому, это совсем нетрудно, и, конечно, если сравнивать хирургическую гастростому, ну, я начинал с хирургии, и, там, формирование гастростомы, там, провиться, либо-то проверывать, такая достаточно муторная история, и, если ее сравнивать с функционной гастростомой, которая занимает, ну, от 5 до 10 минут, в зависимости от складочности работы, абсолютно без всякой спешки, то это, конечно, большие преимущества. Тем не менее, поговорим о стентировании. На первыми этапами, когда не было еще стендов в России в принципе, это опыт института онкологии имени Герцена, конкретно Виктора Викторовича Соколова, пациенты со злокачественными стенозами были, стендов не было, ну, то есть никто их никогда еще не знал, они еще, так сказать, были в предполагаемой истории. Существовали методы эндоскопической реканализации инвестентов, в принципе, в каких-то ограниченных показаниях эти методы временно могут использоваться в настоящее время, но, как мы видим, из средней части верхней таблицы полное или частично восстановление питания можно было достигнуть и энергетическими методами, то есть я имею в виду электрокоагуляция, лазерная коагуляция, флодинамическая терапия, то есть в то время, когда иных способов расширить, восстановить пассаж по пищевому не было, эти методы работали, работали достаточно неплохо, с очень малым количеством осложнений, но то, о чем уже сегодня говорили коллеги, конечно, речь идет о опытных руках. Следующим вариантом или следующей, так сказать, надеждой были ригидные стенты, они тогда же, в общем-то, появились в те же примерно времена, в России были доступны стенты, которые справа перед вами на экране, силиконовые стенты, опыт их применения у нас тогда на тот момент был небольшой, всего 12 человек проведено, но, в общем-то, с достаточно негативными результатами и по болевому синдрому, и, собственно, по объему устанавливаемого питания, по осложнениям, которые возникают и при постановке таких стентов, и при их извлечении, при непереносимости их там нахождения, в общем, постепенно от них отказались. Сейчас все говорят, ссылаясь на различные рекомендации, поэтому я доклад решил тоже построить с такими рекомендациями. Первые рекомендации по стентирую верхнего отдела пищеварительного тракта Европейское сообщество гастроэнтестинальной эндоскопии выдало в 2016 году, но, когда я начал готовить этот доклад, выяснилось, что в 2021 году тоже вышли новые рекомендации. Я о них на момент месяц назад даже и не слышал. Но, как оказалось, никаких разочарований, никаких дополнительных работ мне не потребовалось там, по сути, делать. Минимальные изменения включены в эти рекомендации 2021 года. Во всяком случае, что касается стентирования пищевода, если сравнивать, предположим, со стентированием толстой кишки, чем мы в большей степени в настоящее время занимаемся в связи с пробитом клиники, то там изменений гораздо больше в связи с 5-летней давностью. По пищеводу никаких революционных изменений касаемо рака пищевода, собственно говоря, ИСЖИ не рекомендует в настоящее время использовать какие-либо термические методы восстановления просвета пищевода, не рекомендует лазерные методы фотодинамической терапии, формирование каких-то других вмешательств и применение нерасправляющихся ригидных пластиковых стентов, так же, как и саморасправляющихся, так же именно пластиковых стентов, акцентируясь на слове пластиковых, так же для палиативного лечения в настоящее время европейское сообщество не рекомендуется. Стентов на рынке достаточно много, много производителей. Конечно, мы всегда ориентируемся непосредственно на пациента, хотя, как мы с вами знаем, достаточно дорогостоящий расходный материал, и иногда, к своему сожалению, приходится ориентироваться не на то, что хочется, а на то, что есть, но тем не менее, все-таки стентирование само по себе является стентирование пищевода. Стентирование пищевода является, ну, наверное, из всех стентирований, которые существуют в эндоскопии, пищеварительном трактном и дыхательном пути, естественно, тоже, в принципе, самая простая процедура, но при наличии соответствующего опыта делается, в общем-то, достаточно недолго. Опять-таки, повторюсь, именно при наличии опыта, знания всех возможных осложнений, причин их возникновения и, соответственно, их профилактике как фактор. Абсолютно искренне, хотя с некой долей рекламы скажу, что действительно я поставил центральную часть стента UltraFlex, Boston Scientific, я искренне считаю, что именно в пищеводе этот стент является наилучшим. Это мое абсолютно личное мнение. Я представил стенты всех представленных и на картинке, и других производителей. Искренне считаю, что этот стент наилучший. Объясню, почему. Хотя бы потому, что он является наиболее эластичным и наиболее универсальным для абсолютного большинства расположений опухолевых стенозов в пищеводе. В отличие от большинства или от всех представленных на этой фотографии стентов, этот стент сплетен из единой нити, нити нола, он является наиболее гибким, очень мягким. Не знаю, был ли кто-то присутствующий здесь в зале. Несколько лет назад была конференция Халпалыча в Санкт-Петербурге, регулярная наша конференция. И поступал один итальянский профессор, который рассказывал даже о том, что при стенозах шейного отдела пищевода, он раскрывает эти стенты не просто в глотку, а просто в ротоглотку. Тут, конечно, я думаю, что это немножечко все-таки перебор. Несмотря на некую мягкость, все-таки ощущение стента во рту, в глотке, это, наверное, уже как бы слишком тумачь. Но, тем не менее, все-таки именно такая эластичность стентов позволяет их наиболее активно использовать в такой истинной регулярной, для надлежащей клинической практики. Это один из наших последних случаев стендирования пищевода. В данном случае гастротомия по поводу рака желудка. Рецидив, экстрорганный рецидив, выраженный с давлением анастомоза. Удалось, там абсолютно невозможно пройти каким-либо стандартным эндоскопом. Прошли трансназальные, протяженность структуры очень небольшая. И, собственно говоря, решили поставить в данном случае у стендов UltraFlex, Boston Scientific. Обратите внимание, это максимальная доставка. Она отличается от всех других доставок у других производителей, у других моделей, собственно говоря, Бостона. Тем, что сдергивается вот такая аллигатура. Смотрите, вот выраженная очень структура. И доставочное устройство, по сути, временно застряло в этой стандарной части. Вот вообще ни в коем случае не нужно спешить, потому что любая грубая работа, любая попытка быстрого извлечения такого дострявшего доставочного устройства, она вызовет только то, что мы вытащим из оттарого пациента этот стенд. Стенды сделаны из нитинола, никель-титановый сплав, с памятью формы, как мы с вами знаем. Нагреваясь, он начинает вспоминать свою форму. Поэтому требуется, если вы смотрели по таймеру, потребовалось там 3 или 5 минут, вы подождали, стенд, собственно говоря, раскрылся, и мы совершенно спокойно извлекли стенд из пищевода. На моей памяти, при таких вклинениях больше 10 минут мы никогда не ожидали того, чтобы извлечь, безопасно извлечь эту часть доставочного устройства. Ну, основной альтернативой инстентированию пищевода при инстенозирующем раке является брахитерапия. У брахитерапии много плюсов. В частности, СДЖ рекомендует брахитерапию как альтернативную инстентированию. Почему? Потому что меньшее количество осложнений, больше предположительное прожитие у пациента, реже возникает рецидив дисфагии у таких пациентов, потому что мы знаем, что после стентирования проблема с дисфагией уходит на длительный срок, но если пациент живет достаточно долго, после стентирования медианной выживаемости у пациента с запущенным пищеводным раком, с кофеточным раком пищевода невелика, к сожалению, она меньше 4 месяцев, то большинство пациентов не доживает до больших осложнений. Если же они все-таки до них доживают, это формирование грануляций по проксимальному или дистальному краю пищевода. Иногда это возникает в проживании, особенно если стентируются облученные пищеводы. Дислокация с конкурентов на отсроченных на больших сроках – это скорее исключение, чем правило. Но, тем не менее, если возможно у пациента выполнить облучение с целью коррекции дисфагии, этот метод более предпочтительный, конечно. Но тут дьявол в деталях. Дело в том, что, безусловно, бракетерапия, то есть облучение непосредственного образования из просвета пищевода является противопухонным, собственно говоря, лечением. Но, тем не менее, если стентирование мы можем выполнить буквально в этом зале здесь и сейчас, если нам заберем на стенде олипус и стойку, приведут пациента, мы здесь сейчас поставим ему стенд, и он через 15 минут уйдет домой. И все с ним будет хорошо, с большой долей вероятности. То в бракетерапии так не получится. Очень мало центров в России, и не только в России, но и в мире, которые берутся за данный метод лечения. Он имеет свои нюансы, имеет свои и логистические проблемы, и много-много-много других. И поэтому, если выполнить это не так просто, и особенно если имеются очереди на данный вид лечения, то это становится совсем проблематично. А к пациенту хочется кушать здесь и сейчас. Поэтому, безусловно, к этому методу стоит обращаться, но при наличии, при наличии, отсутствии, при отсутствии распространенности опухолевых болезней. Потому что, несмотря даже если у пациента, пациент вполне доступен для вращения этого просвета, но тем не менее, основную, первую скрипку в его продолжительности жизни будет играть не собственное первичное заболевание, но теми до стаза, то есть опухолевая болезнь, которая распространилась по организму в целом. И, собственно говоря, излечивание первичного очага или уменьшение в объеме первичного очага не даст того эффекта, который мы ожидаем. И здесь, опять-таки, стентирование может сыграть наилучшую роль. Расстралиющий стенд при пищеводных свещах. Здесь, опять-таки, естественно, мы говорим только о злокачественных свещах, иначе у меня лучше начал управлять Кирилл Вячеславович, потому что стентирование, по его мнению, вообще не очень эффективный метод. Но, тем не менее, при злокачественных фистулах, при небольших злокачественных фистулах стентирование является отличной опцией. Об этом же говорят нам и европейские, опять-таки, рекомендации. В зависимости, как подходить, по исследованиям от 50 до 100% свещей можно закрыть. Но нужно понимать, что эти свещи должны быть небольшие. Хотя предикторами здесь описывается размер более 1 см, но, тем не менее, даже большие размеры нам иногда удавалось достаточно хорошо закрывать. Но часто приходилось, если это пищеводно-респираторный фистула, то есть левый главный промок или трахея, чаще всего страдают аминь, возможно, потребовалось двойное стентирование, то есть постановка стенда и в дыхательной пути, и в пищеварительной траве. Ну, собственно, комбинированный метод стентирования перед вами. Трахея с большим дефектом, через который она может зайти в пищевод, и, соответственно, из пищевода в трахея. В данном случае использованы два покрытых типа стенда. В трахея был поставлен полностью покрытый стенд, который перекрыл зону хлевого свеща, она была перед вами справа на экране. И, опять-таки, рутрофлекс. С хвостом мы поставили пищевод, частично покрытый. Естественно, покрытая часть, извините, цифрология покрывает устье свещевого входа, который обращен к пищеводам, но такое перекрытие, двойная герметизация, то есть такой способ разобщения просветов пищевода и дыхательных путей у пациентов с распространенным опухолевым процессом, когда есть множественные метастазы везде, а пациент ослабленный. И, по сути, все, что ему требуется, это обезболивание при необходимости. Далеко не всех у них возникает болевой синдром. Но кушать хотят все, а свещи – это большая проблема. То есть люди при свещах, ведь они погибают, большие степи, большинство из пациентов, они погибают там не от, даже не от интоксикации или от опухолевых и фиксей, они погибают от саттических состояний, которые возникают на фоне бронхитов, пневмонии, которые возникают на фоне аспирации пищевой массой, и регламентации. Ну, подготовка к стенд, как подготовка к хирургическому лечению – это очень диспутабельная тема. В настоящее время европейское сообщество не рекомендует использовать такой метод, разные причины. Часть работы говорит перед вами о том, что онкологические результаты хуже, в противовесе другая часть работы говорит о том, что результаты как минимум не хуже, то есть non-inferiority, но, тем не менее, есть свои нюансы. Конечно, если мы используем, если будет формирование анастомоза, то стенд будет, предположим, вызывать компрессию этих краев пищевода, он будет не совсем жизнеспособен, большая вероятность несостоятельности, плюс там много причин, стоимость стента, возможно, дислокация, осложнение при стентировании, много-много-много причин. Поэтому в настоящее время все-таки в абсолютном большинстве случаев отказываются и хирурги, и, собственно, онкологи, и другие специалисты, которые готовят пациентов к хирургическому лечению, плюс на фоне стентирования выполнить лучевую терапию теоретически возможно, практически достаточно затруднительно, и это имеет свои проблемы. Разные модели стентов имеют по-разному рассеивающее излучение, которое подводится к пациенту на фоне подготовки к хирургическому лечению. В общем, проблем много, и в настоящее время больше используют так называемое трубчатое питание, то есть это либо формирование гастростома или еюностома, в более предпочтительном случае, так как желудок может быть использован в качестве трансплантанта для пересадки его в зону пищевода, либо, по сути, постановка на загастрального зонда и, собственно говоря, упрощение всех этих проблем. Это временное ухудшение качества жизни, но, тем не менее, отдаленные проблемы будут, одной отдаленной, двумя отдаленными проблемами будет как минимум меньше. Ну и в заключение, чтобы я вам хотел сказать, что надо же как-то оправдывать название темы, конечно, индивидуальный подход к пациентам всегда и везде должен быть. Стентирование пищевода, безусловно, не является исключением. Метод сам по себе очень прост, быстрого освоения, имеет минимум проблем при выполнении стентирования по показаниям и при выборе, безусловно, адекватных расходных материалов, как, собственно говоря, непосредственно использование при стентировании. Конечно, желательно на этапе становления методики, чтобы вам помогал специалист, который имеет большой опыт таких вмешательств. Ну и, на мой взгляд, конечно, закрытие этого качественного освещения это такой предпочтительный метод для того, чтобы продлить жизнь к своим пациентам. Благодарим вас за внимание и держим вам вопросы. Спасибо большое, товарищ Владимирович. Я верю на большую часть вопросов, которые возникали в процессе вашего доклада. Один вопрос, если позволите. Вы сказали, что можете прямо здесь застентировать, если возьмете стойку, это означает, что энергииологический контроль вам не требуется. Есть ли ситуации, которые застентированы, когда вы не возьметесь стентировать пищевод без энергииологического контроля? Спасибо большое за сложный вопрос. Стентирование. Есть ли ситуации? Ну, конечно, есть. Никогда с таким открытым забралом бросаться на какую-то проблему, наверное, не стоит. Но, предположим, я всегда поставлю стентировать пациентов с теми же священными. То есть, куда уйдет проводник, уйдет ли он куда-то влево, вправо, какие-то еще места. Такой достаточно диспутабельный вопрос. Другое дело, что абсолютное большинство стентирований в пищеводе, они достаточно рутинные, они достаточно простые. Но при условии того, что мы имеем, как в данном случае я показал на видео, трансназерный аппарат. То есть, в свое время мы ушли непосредственно, ну, как не то, что ушли, но как бы уменьшили количество непосредственно глинецкопических контролей, потому что пациентов со стентированием было много, и пациенты были достаточно разнообразными. То есть, не только стентирование пищевода. То есть, ну, очень сильно менялась конфигурация кабинета от пациента к пациенту. И зачастую подготовить, катить рентгеновский стол, включить СДУ, потом обратно укатить, потом... Ну, в общем, это все усложнялось. Казалось бы, это простая лень, можно записать меньше пациентов, там, еще что-то другое. Просто вдруг оказалось, что в то время, в том месте, в тех руках стентирование пищевода без рентгена, в рутинных случаях, являлось более простым, быстрым, абсолютно идентично безопасным, потому как мы за все... ну, на моей памяти прошло не менее 500 стентирований, в которых я в свое время поучаствовал. То есть, достаточно большая выборка. И мы не получили ни одного осложнения, связанного с этим. Да, на этапе чего-то там освоения, может быть, это было чуть более дистально, более максимально, все это нивелировало, собственно говоря, смещением стенда здесь и сейчас. Других осложнений мы не имели, как таковых, непосредственно. Непосредственно без стентирования проблем не было. В отдаленных результатах разницы, ну, собственно говоря, никакой. Спасибо, так что... У нас вопросов много. Юрий Савчевич, давайте вы, а потом учите. Нет, вот короткий вопрос. Хотя репутцы не клапан, больше добро или больше нет? Какой? Рукавный, длинный или который внутри находится стенд? Непосредственно три стенд. Скорее, он просто есть и все, скорее, чем он работает. И второй вопрос. Саварий или обычная струна? Еще раз скажите. Струна, как на видео было, там была... Только такие используешь? Саварий, мига? Я никогда, даже не припомню, когда я использовал стальные, вот эти споржины до конца. Валерий. Вопрос был о тактике при миграции стенда. Какой придерживаете здесь? Спасибо за вопрос, Михаил Ильич. Он и простой, и сложный одновременно. Естественно, нужно разобраться в причинах миграции. Почему она произошла? Этому пациенту, может быть, не нужно было ставить стенд. Мы пошли в пути какого-то наиболее, наименьшего сопротивления. Пошли то ли в хирурги, потому что сказали, что надо к воду закрыть, или пациент очень сильно попросил поставить. Надо понять причину. То есть их может быть очень достаточно много. Скорее всего, эта система, знаете, вот так, как там ружье, там, пуля, или пациент стенд, они не подошли друг к другу. Выраженная экзофитная часть, слишком выраженная, поэтому стенд там неплотно держится. Выбрали слишком малый диаметр стента, да, мы понимаем, что они, опять, 18 до 25 миллиметров, рабочая часть там может быть неверно подобрать. Еще одно желудочный переход в зону наивысших рисков иммиграции стента. В этой зоне особенно актуальное использование, предположим, частично покрытых стентов, либо стентов с двойной фиксацией. То есть нюансов достаточно много. Если уже случилось, ну, конечно, на первом этапе игрушка дорогая, хочется ее как-то вернуть на место. Ну, все, могу сказать, что вы использовали, ну, наверное, все, что только возможно, и гемостатические клипсы, и, там, не знаю, чего-то еще. И даже лигатуру по методу профессора Шима засовывали туда, подтягивали, проводили через нос. Отчасти это, наверное, может работать, но в целом, если стенд не встал, за большой долей вероятности он там не останется, скорее всего. Меняем либо модель стента и выбираем другие фиксирующие механизмы, либо понимаем, что в настоящее время стенд пациенту не нужен, хотя бы, например, что неплохо отработал химиотерапию. Вопрос был из зала, пожалуйста. Ага, Павел Владимирович, спасибо за классный доклад. Значит, вот такой вопрос уточняющий. Мы сами работаем в онкологии, и недавно пришлось отказать пациентке в геном стентировании, это трактный, щелотный, свищ, обширный. Вот вы не отказали. Вот и работали. Вот вы не отказали в этом стентировании двойном. Как же в этом плане быть с миграцией стента, вы его как раз фиксируете по методу наружной фиксации за ухо? Или как? Извините, я правда не вас слышал. Ага, значит, вопрос стоит такой. При двойном стентировании, при наличии трахио-пищеводной фиску, огромной, обширной такой, вы пациентов берете на двойное стентирование. Вы как-то фиксируете наружно стен пищеводный, чтобы он не мигрировал? Там ведь нет экзофита, который будет держать его. Я, кажется, понял вопрос. Проблема даже, наверное, не в двойном стентировании, а в наличии отсутствия самой опухоли и такой проблемы. Смотрите, собственно говоря, двойное стентирование выполняется тогда, когда не работает один стент. То есть начинается все, собственно говоря, с одного стенда. Чаще всего, не всегда, но чаще всего, стентирование происходит со стороны, извините, пищевода. Потому что трахио-пищеводные свищи, я сейчас не припомню, давно диссертацию по этой теме уже зачистил, там больше 90% случаев трахио-пищеводных свищей без облучения, если мы сейчас не касаемся этой группы пациентов, это особая, опять-таки, группа для стентирования, они возникают на фоне рака пищеводных. Не на фоне рака легкого, ну, не на фоне центрального рака легкого, не на фоне дамы. То есть это пищеводных. Пытаемся разобщить отсюда. Для больших свищей мы пользовались, и это, ну, в общем-то, работало использование не пищеводных свищей, использование колоректальных свищей, стентов, извините, конечно, стентов, частично покрытых колоректальных стентов. Там максимальный диаметр стента 25-28 мм, и, ну, после этого там были свои сложности. То есть когда, ну, предположим, был интересный у нас, интересный случай, 30 с небольшим лет женщина, которую мы поставили, разобщили, герметизировали полость, но там была не издыхательная, путем в средостении, огромная полость была. У нее после стентирования лихорадка возникла, потому что мы герметизировали эту полость в средостении. Нам пришлось там чудить, умничать с постановкой дренажа сквозь эту полость из носа в желудок, чтобы дренировать эту полость, которую мы разобщили. У нас же дренировался просвет пищевой. Ну, то есть, ну, это уже как бы такая игра со смертью, игра с жизнью. Но, в целом, для больших дефектов толстой кишечной стены частично покрыли для того, чтобы максимально дистальной воронкой он фиксировался к неизмененным теканям. И в этом видео вы показывали именно колоректальный стенд, да? Нет, нет, здесь были только пищевые стены. И он удержался прямо, он же удержался. Он удержался однозначно. Наверное, можно, я просто не знаю, лимит времени. Лимит времени, на самом деле, еще и исчерпан последний вопрос. А стеноз колор? Скажите, пожалуйста, какой минимальный стеноз, после которого вы не будете стендировать пухлевой стеноз? Минимальный по протяженности? Нет, по логе. 3,4 мм. До которого, когда уже, вы считаете, что вы не сможете установиться? Таких нет диаметров. Безусловно, нет. Везде, куда пройдет проводник, а он пройдет везде. В пищеводе. Я говорю, что пищевод, его как первые стенозы. Везде мы поставим стенд. Я уж там совсем похвалюсь, скажу, что в пищеводе 90% стенозов можно, можно, не нужно, вот никому не буду советовать, можно пройти стандартным гастроскопом. Оставшиеся 10% можно пройти трансназарным. Без исключения. А таких, чтобы проводник не прошел даже. Если речь идет об опухоли. Опухоль. Мы говорим только опухоль, а только пищевод. Ну, пищевод уже лично перекрывается. Коллеги, спасибо большое. Я вынужден... Ой, тебе интересная тема, огромное спасибо. Вопросы есть. Если можно, в кулуарах у нас следующий прекрасный доклад. Иван Юрьевич Недолужко нам поведает на перевязке варикозно-расширенных мер. Я даже не знаю, наверное, вообще что-то новое сейчас нам расскажет. Как он их будет вязать, чем и как их вязать из сложений. Это к вопросу о нас.